Всем привет, с вами Джейкоб. Сегодня я бы хотел вам рассказать, как можно обработать звук для видео. На своем канале я когда-то записывал несколько туториалов по Sony Vegas и давал какие-то поверхностные советы касательно обработки звука. Ну и также я отдельно записывал видео, в котором показывал, как можно удалить шум из вашей речи, что реально довольно-таки полезно. Сегодня я решил это все дело объединить в одно видео и рассказать об этом всем более понятно, более коротко. И я надеюсь, что мой туториал будет для вас полезен. Поставьте лайк и мы начинаем. Итак, я сделал небольшую тестовую запись, такую себе заготовочку, над которой мы будем работать. Давайте ее прослушаем. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. Запись этой дорожки я сделал в программе Audacity, без какой-либо обработки, без каких-либо фильтров. И сейчас мы как раз-таки будем над этим работать. Улучшение звука в своем туториале я поделил на два этапа. Первый это удаление самого шума, что реально довольно-таки полезная вещь, поскольку, думаю, немногим приятно слушать звук, когда его перебивают различные лишние шумы, которые просто въедаются в уши. Итак, для удаления шума мы будем использовать всем известную Camtasia Studio 7. Это первая программа, в которой я пробовал делать какой-то свой первый монтажик. В данной программе есть довольно-таки полезное средство, это удаление шума. И оно здесь работает довольно-таки качественно. Мы переносим нашу звуковую дорожку в программу. И здесь нам необходимо выбрать вкладочку аудио. Здесь есть два режима удаления шума. Первый это автоматический. То есть Camtasia Studio сама определяет, где у вас на дорожке находится шум. Делает она, конечно, это качественно. Но я бы вам посоветовал сделать это все в ручном режиме. Мы на звуковой дорожке выделяем участок, где вы ничего не говорите. То есть там, где находится сам шум. Хоть у меня микрофон уже более-менее хороший. Не так, как раньше был микрофон из наушников. Но если прислушаться, какой-то фоновый шум имеется. И я заодно вам покажу, как его удалить. Итак, мы выделили именно участок, где у нас есть шум на дорожке. И нажимаем на кнопочку использования ручного выбора шума. Отлично. Теперь у нас шум удалился. И мы можем прослушать уже сам звук без посторонних шумов. Советую это делать в наушниках на громкости больше средней. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. Отлично. Никаких потусторонних шумов уже нет. И первый этап улучшения звука у нас закончен. Нам необходимо отрендерить нашу звуковую дорожку. Для этого мы нажимаем на кнопочку Produce and Share. У нас может выскочить вот такая вот ошибочка. Но мы не обращаем на нее внимания. Нажимаем ОК. Нажимаем Далее. Опять ошибочка. Опять нажимаем ОК. И здесь мы видим, что у нас автоматически выбрался формат MP3, только аудио. Поскольку больше у нас нет никакого видеоматериала на видео и звуковых дорожках. Нажимаем Далее. Выбираем самое лучшее качество. Нажимаем Далее. Назовем как-нибудь наш проект. Я назову Туториал. Нажимаем Далее. Произошла обработка. Отлично. Нажимаем кнопочку Открыть папку с фильмом. Здесь у нас уже обработанный наш звук. Закрываем Камтасию. Она нам больше не понадобится. Следующий этап это улучшение звука различными фильтрами. Это я уже буду делать в Sony Vegas, так как использую эту программу уже довольно длительное время. Итак, мы перетаскиваем нашу запись уже без шумов в Sony Vegas и следуем дальнейшим инструкциям. Часто бывает такое, что при записи вы обнаружили, что звук вашей речи слишком тихий. И такое очень часто встречается на ютубе. И это очень неприятно, когда автора видео на самом видео слышно очень плохо. Чтобы такого у вас не произошло, если вы видите, что у вас звук получился слишком тихий, мы делаем следующее. Нажимаем правой клейшей мыши, Свойства. И нажимаем на кнопочку Нормализировать. Как видим, наша аудиодорожка усилится почти на 12 дБ. Нажимаем ОК. И как видим, звук у нас стал громче. Давайте прослушаем. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. Я предпочитаю все-таки не делать звук настолько громким, поэтому я усиление уберу где-то так на 2,5, наверное. 2,4 дБ. Прослушаем. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. Отлично. И теперь переходим к обработке различными фильтрами. Для того, чтобы применить один и тот же фильтр для всей аудиодорожки, которая у вас здесь будет, например, у вас здесь может появиться еще какая-то аудиодорожка, и вы не хотите на каждую кликать и добавлять эти все эффекты, можно сделать одну отличную вещь. Нажать на кнопочку Спецэффекты дорожки. Таким образом, мы будем применять эффекты сразу для всей аудиодорожки, насколько она бы длинной не была. Нажимаем на кнопочку Цепочка плагинов. И здесь выбираем ExpressFX Equalizer. Нажимаем Добавить. И ОК. Здесь у нас есть такие три показателя. Это басы, средние и высокие. Начнем мы, пожалуй, с басов. Они сделают вашу дорожку такой более объемной и более насыщенной. Советую добавить где-то не больше 4 децибел. Прослушаем. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. По-моему, самое то. Теперь поиграем со средним показателем. Советую вам поэкспериментировать и не делать такие же настройки, как у меня, поскольку у вас это может звучать немножко иначе. Итак, средний показатель. Здесь я также буду экспериментировать, поэтому поначалу я его выставлю чуть пониже. И прослушаю, как это будет звучать. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. Теперь чуть повыше. Возьму 2,3 децибела. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. Пожалуй, я поставлю на минус 2,4 децибела. Так, как мне кажется, звук становится таким более приятным и более натуральным. И теперь мы поиграем с высоким показателем. Очень часто бывает такое, что когда вы записываете вашу речь, то она записывается такой более приглушенной. И создается такое впечатление, будто вы говорите не в микрофон, а где-то из другой комнаты. У меня такое очень часто было, и меня это очень бесило, пока я не нашел вот этот показатель, который немножко улучшает общую картину. Его мы немножечко поднимем. Давайте вот на 2,5 децибел. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. А теперь без фильтров. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. С фильтром. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. То есть, как видим, есть такая небольшая разница, которая на самом деле является приемлемой. И на самом деле звук мы уже немножечко улучшили. И ваше звучание на протяжении целой речи, пока вы будете говорить на видео, будет уже приятнее звучать для ваших зрителей. И теперь добавляем еще один фильтр. Нажимаем цепочка плагинов и выбираем динамический процессор с графическим управлением. В английской версии, я не знаю, как это будет называться, но он находится где-то вот здесь. Думаю, вы его найдете. Нажимаем добавить и окей. Я здесь заготовил для себя уже шаблончик для своего микрофона. Что делает этот фильтр? Этот фильтр делает вашу запись более плавной, когда вы начинаете говорить и когда заканчиваете. Это звучит очень даже приятно. И этот фильтр я начал использовать не так уж и давно, но, как по мне, с ним звук становится более нормализированным. Итак, давайте я вам покажу с нуля, как это сделать. У нас есть такая вот здесь линия. Мы на нее нажимаем и создается точка. И мы делаем примерно такую же картину, так скажем, как у меня. Давайте прослушаем. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. Как по мне, начинается звук слишком уже плавно, то есть обрезается какая-то часть начала моей речи. Для этого мы немножко подвинем вот эти показатели. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. В конце сделаем ее немножечко более приглушенной и опять-таки немножечко поправим начало. Одним словом, здесь в первую очередь играет роль это ваше умение экспериментировать. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. Отлично. Таким образом, буквально за несколько минут мы добились уже более хорошего звучания. И вашим зрителям уже будет намного приятнее вас слушать. Ну что же, на этом все. В конце видео вы услышите сам результат без обработки и после вот этих всех махинаций, которые мы проделали. С вами был Джейкоб. Если я вам помог, тогда обязательно нажмите лося. Подпишитесь на канал, если тут впервые. Я уверен, что еще будет очень много интересного контента, который вам понравится. Оставляйте свои комментарии. Пишите, какие еще туториалы я мог бы для вас снять. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. Всем удачи. И всем пока. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. Раз, два, три. Это тестовая запись для туториала. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok